В последнее время в Харциске заметно увеличилось количество порывов водных коммуникаций. Харцезяне стали чаще сетовать на слабый напор, частые перебои в подаче питьевой воды, а то и вовсе на ее отсутствие. Подобные жалобы в диспетчерской службе горводоканала фиксируют ежедневно. Например, сегодня коммунальщики констатировали сразу 11 порывов разного уровня сложности в нескольких районах города. В центре, на Черемушках, в частном секторе Харциска. С утра аварийная бригада КП «Вода Донбасса» вынуждена остановила подачу воды на некоторые многоэтажки микрорайона «Юбилейный» для проведения ремонтных работ на участке водовода в районе пересечения улиц Жуковского и Чумака. Была заменена задвижка диаметром 300, потому как она вышла из строя. И для восстановления, скажем так, предыдущего давления, которое необходимо для подачи на микрорайон «Юбилейный», сейчас проводятся работы, восстанавливаются гидранты, восстанавливается эта же задвижка и участок водопровода. Сегодня будет целый день участок «Юбилейного» без воды. Большие по длительности, скажем, сварочные работы. Что же касается перебоев с водоснабжением Харциска в целом, то, как утверждают в город-администрации, в настоящий момент ситуация нормализовалась. Макеевская фильтровальная станция увеличила суточный лимит питьевой воды, поступающей на город, до 17 тысяч кубометров. Этого объема пока хватает, чтобы удовлетворить потребности Харциска. Была получена информация от главного инженера нашей воды Донбасса, водоканала, о том, что водоснабжение в городе стабилизировано. Мы получаем необходимые объемы воды ежесуточно, которые порядка 17-18 тысяч кубических метров, что в полном объеме удовлетворяет потребности населения города Харциска в питьевой воде. То есть, применять какие-то схемы подачи по городу Харциску, кому-то больше, кому-то меньше, на сегодняшний день нет необходимости. То есть, в этом плане вопрос закрыт. Горводоканал, между тем, сегодня крайне нуждается в специалистах. Чтобы заниматься плановыми ремонтами водопроводных сетей и иметь возможность вовремя устранять многочисленные аварии, предприятию требуются слесари, электрогазосварщики и электромонтеры. Общей сложности на сегодняшний день на предприятии открыты вакансии по 13 специальностям.